Итак, мы рассмотрим лейную систему на плоскости, а фиксированная матрица 2 на 2. И напоминание, что в прошлый раз мы полностью рассмотрели случай, что А не вырожденная матрица с вещественными собственными значениями. Итак, сегодня мы будем рассматривать случай, когда у нее комплексные собственные значения. Значит, лямбда мю, комплексные. Значит, поскольку матрица А – это просто двумерная матрица вещественная, мы изначально работали с вещественными коэффициентами, то единственный вариант для комплексных собственных значений – это быть сопряженными. Сейчас, одну секунду. Спасибо. Спасибо. Значит, если они комплексные, то это означает, что они комплексно-сопряженные. То есть давайте просто считать, что лямбда – это мю с чертой. Ну и давайте просто скажем, что лямбда – это альфа плюс и омега. Мю – это альфа минус и омега. Соответственно, альфа и омега – это какие-то вещественные числа. Вот этот случай мы сегодня будем рассматривать. Сегодня мы рассматриваем случай, когда омега не ноль. И прежде чем мы, собственно говоря, этот случай рассмотрим, давайте нам нужно будет рассмотреть некоторый новый класс дифференциальных уравнений, а именно комплексные дифференциальные уравнения. Сейчас мы будем рассматривать вот такую штуку, что пусть у нас есть уравнение, допустим, z с точкой равняется… Давайте я просто возьму какой-нибудь пример. Например, z с точкой равняется i умножить на z. И сейчас у нас z от t – это комплексное число. То есть раньше у нас функции, относительно которых мы решаем наше уравнение, обязательно принимали значение множества вещественных чисел. А сейчас они принимают значение в множестве комплексных чисел. t по-прежнему вещественное. В принципе, можно рассматривать дифференциальное уравнение с комплексным временем. Это такая очень необычная наука. Представьте себе, что у вас время теперь не прямая, а такая целая плоскость, вещественная плоскость. И вы можете по ней совершать обходы вокруг каких-то точек. В общем, короче говоря, интересная наука, но не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас делаем, по крайней мере, в рамках нашего курса. А вот такие уравнения вполне себе можно рассматривать. Можно рассматривать комплексно-значные функции, функции, принимающие значение множества комплексных чисел. Их можно дифференцировать точно так же, как можно дифференцировать вещественные значные функции. Что нам нужно для того, чтобы функцию продифференцировать? Нам нужно просто посчитать вот такой вот предел. Значит, там дельта t, стремящимся к нулю. z от t плюс дельта t минус z от t разделить на дельту t. Понятно, что если z – это комплексное число, то мы умеем считать разность двух комплексных чисел. Мы можем поделить комплексное число на вещественное число. В общем, эта штука вполне себе прекрасным образом определена. Вот. Значит, вот такая вот штука. И давайте посмотрим, как решается вот это уравнение. Как вы думаете, какое у него решение? z с точкой равняется и умножить на z. Значит, какое может быть решение у этого уравнения? Ну, давай сначала угадаем. Вот если бы i было бы не комплексным числом, но вещественным числом, какое было бы решение? Ну, e в степени и t плюс c. Да, ну давайте мы даже сделаем так. Мы скажем, что это просто e в степени и t умножить на z нулевое. Ну, оказывается, что ровно этой же формулой задается и решение вот этого уравнения, несмотря на то, что i – это уже комплексное число, и мы перешли в этот комплексный мир. Давайте посмотрим, как это работает. Ну, действительно, просто производные экспоненты по-прежнему подчиняются стандартным правилам. Несмотря на то, что здесь возникают какие-то комплексные числа. Вот. В принципе, мы можем просто… Ну, давайте посмотрим, кто такая вообще e в степени и t. Значит. Как вообще определить, кто такой e в степени и t? Что такое экспонент от комплексного числа? Помните? Кажется, я рассказывал. Ну, вот они на последней лекции. А, да, через технотерическую запись. Косинус, t на и синус. Да, можно, значит, с хода это написать, но откуда это берется? Почему? Откуда тут берутся косинусы и синусы? Значит, тут можно вспомнить, что e в степени какой-нибудь w. e в степени и t в степени и t превращается в такую штуку. Значит, это что у нас такое? Единица плюс и t, плюс и t квадрат пополам, плюс и t куб на 3 факториал, плюс и т.д. Далее. И дальше можно... Значит, пользуясь тем, что e в квадрате равняется минус единице, мы можем пораскрывать здесь скобки. Значит, что там дальше должно быть? e в кубе. Это что такое? Это минус и t в кубе на 3 факториал. Дальше и в четвертое это просто единица. Ну и дальше оно зацикливается. И, значит, выделяем вещественное мнение в части. Ну и видно, что то, что у нас остается, это как раз действительно косинус и синус. Значит, косинус t плюс и синус t. Значит, если вы не помнили, откуда эта формула берется, то вот она берется ровно из ряд Taylor, по крайней мере. Ее можно так выводить. Ну и на самом деле дальше можно просто, например, было бы прямой проверкой проверить, что действительно вот эта штука действительно является решением этого уравнения. Ну или можно было бы просто посмотреть на вот этот ряд Taylor и посмотреть, что с ним происходит, когда вы его дифференцируете по t. Понятно, что здесь происходит. Единичка уходит. Вот здесь и t, от него остается просто i. Здесь и t квадрат, значит, у нас. В общем, короче говоря, у нас получается новый ряд, который совпадает с исходным, с точностью до умножения на i. Просто это можно увидеть. И это как раз показывает, что действительно эта функция является решением этого уравнения. Вот. Окей. Давайте посмотрим вот на что. Теперь. Вот смотрите, у меня z от t можно записать в виде x от t плюс и y от t. И здесь у меня теперь x от t и y от t обе будут вещественными. Давайте посмотрим, что такое вот наше уравнение, z с точкой равняется i, z. Как оно записывается в терминах вот этих x и y? Давайте смотреть. Значит, во-первых, понятно, что z с точкой – это есть просто x с точкой плюс и y с точкой. С другой стороны, вот отсюда мы вытаскиваем, что это есть i умножить на x плюс и y. То есть, иными словами, это есть и x минус y. Значит, теперь у меня в правой и левой части есть вещественные и мнимые части. Значит, поскольку x и y – это вещественные функции, то x с точкой и y с точкой тоже вещественные функции. Значит, вещественные и мнимые части этого выражения – это, соответственно, вот они здесь написаны. Вот это вещественная часть, вот это мнимая часть. Ну и здесь то же самое. Здесь вещественная часть вот эта, а мнимая часть вот эта. Ну и понятно, что если у вас два комплектных числа равны, то это означает, что вещественные части у них совпадают и мнимые части совпадают. Ну, значит, у нас возникает вот такое уравнение. x-точка равняется минус y, а y-точка чему равняется? Чему равняется y-точка? x-у, да. То есть вот это наше исходное уравнение, уравнение z-точка равняется и z. Но эквивалентно вот такой системе из двух уравнений на вещественно именемую часть. И на самом деле это линейная система. Давайте напишем, какая у нее матрица. Как выглядит матрица этой системы. То есть какую матрицу нужно подставить вот сюда, чтобы получить вот такую систему. 0-1, 1-0. 0-1, 1-0, да, совершенно верно. И давайте еще последний вопрос. Давайте посмотрим, как устроены собственные значения этой матрицы. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать, посчитать вот такую вот штуку. Значит, как устроены собственные значения? Значит, мы решаем вот это уравнение и получаем просто плюс-минус i. Смотрите, вот здесь i, и вот тут тоже i. Ну, здесь i и минус i. И, в общем, это не совпадение. На самом деле есть некоторое соответствие между комплексными числами и матрицами 2 на 2. И, в частности, вот умножению на i соответствует умножению вот на такую матрицу. Ну, на самом деле, что это значит? Вот смотрите. Вот если у меня есть какое-нибудь комплексное число, я его могу записать, я могу как бы и изобразить в виде некоторого вектора на плоскости. Вот это число z. А что такое число i z? Как получается число i z из числа z? Как работает умножение на i вот на этой плоскости? Поворот хоть на 90 градусов. Да, вот такой вот поворот на 90 градусов. И z. Ну, на самом деле, как это можно понять? Понятно, что умножение на i – это линейная операция. А с другой стороны, видно, что если вы берете единицу, если вы берете вот такой вектор и умножаете его на i, то получается как раз вот такой вектор, то есть i. А если вы берете i и умножаете его на i, то получается минус единица, то есть вот такой вектор. Вот мы получаем, что у нас это такое линейное преобразование, которая у меня наш базис состоящий из единицы и и поворачивать на 90 градусов ну и значит на всю плоскость тоже поворачивать 90 градусов ну и с другой стороны вот этот вот оператор если я запишу его матрицу в базисе 1 и и то эта матрица будет как раз вот такой вот штукой здесь видно что первый столбец это 0 1 то есть это результат умножения на умножение на и 10 умножения на и вот этот вектор это вот этот вектор который соответствует и а это вектор который как раз соответствует вот эти вот штуки образ 2 байсного вектора вот соответственно к чему и весь этот мой длинный спич ну он к тому что если у нас есть вот такое соответствие между комплексными числами и матрицами 2 на 2 а еще видимо это все имеет какое-то отношение к собственным значением этих матриц то вполне возможно что мы сможем свести нашу задачу про решение дифференциального уравнения с матрицы 2 на 2 можем свести ее к задаче решение какого-то уравнения в комплексных числах какого-то уравнения вот такого вот вида ну давайте посмотрим на чуть более сложный случай значит пусть у меня есть уравнение z . равняется альфа плюс и омега z где альфа и омега это просто какие-то вещественные числа и давайте я попрошу вас сейчас самостоятельно это сделать значит я хочу такой вещь хочу сказать что за это это есть опять же x от т плюс и y от т и дальше я хочу написать уравнение точнее систему из двух линейных уравнений на x от т и на y от т который будет соответствовать вот этому моему уравнению с вот это вот этому уравнению задача найти матрицу а давайте попробовать это сделать самостоятельно делается ровно такими же рассуждениями как в предыдущем примере и скажите мне как быть матрица выглядит можете просто в личку прислать матрица с вами будет Продолжение следует... 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 ну или можно записать его в матричной форме x точкой y с точкой равняется альфа минус омега омега альфа на x y и вот собственно говоря та самая матрица про которую я спрашивал вот смотрите что получается теперь получается что уравнение с вот такими вот матрицами линейная система с такими матрицами это тоже самое что вот такие вот уравнения комплексные ну и давайте посмотрим теперь как решаются вот такие комплексные уравнения опять же это уравнение того же вида которого мы решали уже бесчисленное количество раз это просто уравнение линейное линейное уравнение в одномерном пространстве теперь комплексно комплексном вот здесь просто дает какой-то коэффициент значит можно воспользоваться стандартной формулой давайте еще раз восстанавливаю это уравнение значит z от t это есть и и в степени альфа плюс и омега т умножить на z 0 но можно теперь представить в виде е в степени альфа на е в степени и в степени альфа т на е в степени и омега т умноженное на z 0 ну и давайте подумаем что вот это вот все такое а во первых но давайте я еще запишу вот это вот е в степени и омега т запишу тоже в тригономатической форме значит получается вот такая вещь значит косинус амега т плюс и синус амега т это может назвать 0 давайте во первых поймем что означает что нам нужно комплексное число умножить вот на такую штуку на такую штуку или на такую штуку значит опять же это некоторое умножение на какое-то комплексное число то есть какая-то линейная операция давайте помним что это за операция значит ну опять же как можно про это думать значит что за . такая косинус амега т плюс и синус амега т и что означает что мы на вот эту вот штуку умножаем какое-то произвольное число z 0 помните как комплектные числа умножаются что происходит с комплектным числом если вы умножаете на какое-то другое комплексное число ну во первых у комплектных чисел бывают модули аргумент вроде модули умножаются аргументы складываются да совершенно верно а вот у числа е в степени и омега т какой аргумент и какой модуль поскольку это косинус омега т плюс и синус омега т т есть просто означает что на вещественная часть то есть вот эта штука это просто косинус амега т вот эта вот часть это просто синус амега т но Но это означает, что вот эта точка, которая лежит на единичной окружности, нам нужно отложить угол в омегу от этого направления. Просто по определению косинусов и синусов. Согласны? Значит, вот у этой штуки аргумент омега, а модуль единица. Поэтому, когда я умножаю на вот эту штуку, на призвольное число z0, то это просто означает, что я соответствующий вектор просто поворачиваю на угол омега. А там от t не зависит ничего? Зависит, да. Я забыл вот здесь написать t, конечно. Омега t. Значит, я поворачиваю на угол омега t. И здесь еще нужно написать. Вот так. Смотрите, что сейчас происходит. У меня есть какое-то начальное условие z0. Давайте я попробую нарисовать, как устроена фазовая кривая такого решения. Значит, вот у меня здесь есть 4z imz. Значит, жило-было у меня решение z0. И дальше, смотрите, когда t равняется 0, у меня ничего не меняется. У меня вот эта штука – это просто единица, и вот эта штука – это тоже просто единица. Ну, это логично. Значит, в момент времени 0 я нахожусь в точке z0. А потом я начинаю увеличивать t. Что при этом происходит? Значит, вот эта вот штука – это результат поворота z0 на угол омега t. Давайте я его изображу. Значит, вот здесь вот угол омега t, и вот эта точка – это точка e в степени и омега t на z0. А потом мне нужно еще умножить его на e в степени альфа t. Давайте я потребую, чтобы альфа было бы… Ну, давайте для определенности пусть альфа меньше нуля. Сейчас рассмотрим такой случай. Значит, что такое умножение на e в степени альфа t, если альфа меньше нуля? Что происходит с нашей точкой? Значит, тогда e в степени альфа t при положительных t – это величина меньше единицы. И умножить комплектное число на величину меньше единицы – это просто уменьшить ее модуль, а направление оставить, аргумент оставить прежний. Они умножаются на числа просто как вектор. Значит, вот получается вот такая вещь. То есть у нас вот здесь возникает точка e в степени альфа t на e в степени и омега t на z0. Ну и давайте смотрите, что будет происходить дальше, когда я еще больше увеличиваю t. Аргумент будет продолжать просто двигаться равномерно, будет вот так вращаться, а модуль будет уменьшаться путем умножения на вот эту e в степени альфа t. Значит, как будет выглядеть траектория? Можно одним словом описать. Спираль. Спираль, да. Значит, получается вот такая вот какая-то штука. Она будет делать бесконечное количество оборотов вокруг нуля. При этом расстояние до нуля будет все меньше и меньше, но при этом в ноль она никогда не попадет, потому что нуль – особая точка в отдельной фазовой траектории, а фазовые траектории не умеют пересекаться. Вот, соответственно, получается вот такой фазовый портрет, такая фазовая кривая. И это была фазовая кривая, которая соответствует вот такой системе. Точнее, вот такому вот одному уравнению. Но это то же самое, что фазовая кривая, которая соответствует вот такой системе. То есть если у нас теперь есть какая-то система из двух уравнений с двумя неизвестными, линейная, и у нее матрица вот такая, то мы теперь знаем, как выглядит ее фазовый портрет. Ну и давайте закончим рассмотрение этого случая тем же вопросом. Значит, какие собственные значения матрицы альфа, омега, что-то минус омега, омега, альфа, вот такой матриц. Найдите, пожалуйста, собственное значение. Что получается? Рискно предположить, что альфа плюс и альфа минус. Да, конечно, альфа плюс-минус и омега. Ну, если бы, опять же, я бы честно бы написал характеристический многочлен, получилось бы альфа минус омега в квадрате, альфа минус лямбда в квадрате плюс омега в квадрате. Ну и понятно, что если я это приравниваю к нулю, то как раз у меня лямбда ровно такая. Вот. Ну и опять же, это как бы не случайно. Дело в том, что в целом все комплексные числа, они на самом деле вкладываются в пространство матриц 2х2, а именно в виде вот таких вот матриц. То есть можно было бы с самого начала сказать, что комплексное число – это матрица вот такого вида, и после этого нам не нужно было бы никак специальным образом ничего говорить про то, как они умножаются, как они складываются и так далее. Просто любое комплексное число – это матрица вот такого вида. Можно их отождествить. Вот. Ну, давайте… Дальше возникает вопрос. Окей. То есть фактически что сейчас произошло? Ну, произошло то, что мы научились решать систему дифференциальных уравнений вот с такими матрицами. А если у нас есть система дифференциальных уравнений с какой-то другой матрицей, но при этом у нее комплексные собственные значения, нам бы хотелось бы свести такую задачу вот к такой задаче. Как это сделать? Теперь у меня общий случай. Продолжение следует... Значит, что мы будем делать с таким уравнением? Значит, есть какая-то матрица, и есть матрица в хорошей форме, которые выглядят красивенько, и с которой нам удобно работать. А есть какая-то матрица другая. Значит, что линейный алгебр нас учит нужно делать в этом случае? Ну, нужно подбирать такой базис, такую замену базиса, которая приведет нам вот эту матрицу, точнее, оператор заданной вот этой матрицей, к вот такой вот форме. Это на самом деле в какой-то мере похоже на диагонализацию. Но вот эта форма, она все-таки не диагональная, а она немножко другая. Ну, ее можно называть вещественной жардановой нормальной формой. Давайте я буду ее просто называть некоторой нормальной формой нашей матрицы или там какой-нибудь канонической формой. И давайте найдем базис, в котором наша матрица имеет именно такую форму. Дальше возникает некоторое очень забавное рассуждение. Давайте я сейчас сформулирую теорему и докажу ее. Ну, не теорему, а утверждение. Значит, пусть у вещественной матрицы собственные значения альфа плюс-минус и омега давайте я их отдельно напишу альфа плюс и омега и альфа минус и омега и соответствующие собственные векторы. Ну, давайте я скажу, что эти собственные векторы называются O плюс ИВ и O минус ИВ. Ну, на самом деле, если у вас есть два комплектно-сопряженных собственных значения, то соответствующие собственные векторы должны быть тоже комплектно-сопряженными. Потому что вот если у вас есть какой-то собственный вектор, давайте я его обозначу через W с собственным значением допустим, альфа плюс и омега. Значит, я W рисую с хвостиками наружу, а омегу рисую с хвостиками внутрь. Значит, если я применяю операцию комплектного сопряжения, если у меня матрица А вещественная, то от того, что я ее комплектно-сопрягу, она не поменяется. Значит, вот можно просто вот так сразу сказать. Значит, операция комплектного сопряжения перестановочна с умножением, то есть неважно, вы сначала умножаете два числа и считаете комплектное сопряжение от того, что получилось, или вы сначала сопрягаете два числа, а потом их перемножаете. Поэтому получается вот такая штука. Ну, а комплектное сопряжение от матрицы А это сама же матрица А. Значит, вот и получается, что если у нас есть два собственных значения комплектно-сопряженной, то им соответствуют комплектно-сопряженные собственные векторы. Собственный вектор W с чертой. Вектор W с чертой является собственным с собственным значением альфа-минус-мега. Вот. Поэтому в некотором смысле у вас каждый из собственных векторов содержит в себе всю информацию, то есть если вы знаете один собственный вектор, то вы знаете второй собственный вектор. Но это было так, это было еще не утверждение, это был комментарий о том, почему собственный вектор обязательно должны быть вот таким. Утверждение, которое я формулирую, следующее. Давайте я даже вот перенесу. Значит, в базисе U минус V. Значит, вот U и V – это у меня сейчас какие-то вещественные двумерные вектора. Это просто вещественная и мнимая часть моего комплексного собственного вектора. Значит, в базисе U минус V матрица линейного оператора заданного матрицы А в исходном базисе имеет вид как раз тот, который нам нужен. то есть как раз что это означает. Но это означает, что нам нужно для того, чтобы прийти вот к такому хорошему базису, нам нужно просто выбрать в качестве этого базиса. Ну, как обычно, когда мы диагнозировали матрицу, мы выбирали просто в качестве базисных векторов просто собственный вектор. А сейчас у нас собственные векторы комплексные. И мы в качестве новых вещественных базисных векторов выбираем просто вещественную и мнимую часть одного из этих собственных векторов. Ну, единственное, что нужно взять ее со знаком минус. Давайте проверим, что это действительно так. Значит, давайте посмотрим, я возьму матрицу А и подействую этой самой матрицей А на вектор давайте на вектор у минус и в. С одной стороны, мы знаем, что у минус и в это один из наших собственных векторов. И поэтому подействовать на него матрицей А это все равно, что просто умножить эту штуку на альфа, минус и омега. Давайте я раскрою скобки. Значит, получается альфа у. Очень похожие вещи сегодня уже делал. Значит, и в квадрате это минус единица и еще два минуса. То есть, получается, снова минус, что ли. Сейчас, что-то они многовато или у нас минусов. А, нет, вроде нормально. Минус омега В. Так, правильно я скобки-то раскрыл? Наоборот, правильно. А с другой стороны, можно вот про вот эту вот штуку можно думать так, что у нас была вещественная матрица А. И давайте просто скажем, что это все равно, что Ау минус и на АВ. Теперь можно выделить вещественную мнимую часть вот здесь. Сейчас, что-то мне не нравится здесь со знаками, что у нас происходит. Давайте я все-таки здесь буду умножать на вот эту штуку вот так. И пусть у меня здесь будет знак тоже вот такой. Тогда... Я здесь тоже пусть будет плюс. Тогда будет вот так. Значит, теперь вопросы. Чему равняется Ау и чему равняется А умножить на минус В? Значит, опять же, тот же прием, что мы уже делали сегодня неоднократно. Нужно просто выделить вещественную мнимую часть. Значит, вещественная часть. Вот слева это Ау, а справа это все, что не содержит И. То есть это вот такая вещь. Альфа У минус омега В. Сейчас. Все-таки я где-то напутал что-то со знаком. Потому что у меня получается не совсем то, что я хотел. А может быть? Сейчас, секунду. Дайте я подгляжу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит, давайте смотреть. А В это получается... Значит, я изменил знак, поэтому у меня здесь получается минус омега. У минус альфа В. А, ну да, все правильно, потому что у меня вектор-то минус В. Это базисный. Теперь смотрите. Значит, вот из этого соотношения возникает вопрос. Как выглядит матрица оператора А в базисе у минус В? Что такое вообще матрица оператора в каком-то базисе? Помните определение? Значит, как получить... Вот есть у вас оператор. Вы знаете, какой он вектор, в какой переводит? Как получить его матрицу в некотором базисе? Ну, домножить на матрицы замены и обратно. Ну, можно, конечно, домножать на матрицы замены, но я хочу... Значит, как бы формула про матрицы замены, она откуда-то взялась. А я хочу просто использовать определение. Вот что такое матрица линейного оператора? Что написано в матрице линейного оператора? Допустим, у нас есть линейный оператор, он задан в какой-нибудь матрице. Допустим, A1, 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 A2, 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 A2. Вот если я домножу... Значит, если я возьму эту матрицу и подействую этой матрицей на, допустим, первый базисный вектор, то что я получу? Первый столбец. Первый столбец. Да, просто так работает умножение матриц. А если я домножу на второй базисный вектор, то я получу второй столбец. То есть что это означает? Это означает, что в матрице линейного оператора по столбцам записаны координаты образов базисных векторов. Значит, вот это, в общем-то, можно сказать, что это определение матрицы по крайней мере, один из способов определить матрицу линейного оператора. Это такая матрица, у которой по столбцам записаны координаты образов базисных векторов. Теперь давайте вернемся к вот этому... к вот этим равенствам. Значит, у меня сейчас базисные векторы. Это у и минус в. Образ первого базисного вектора это вот эта штука, ау. Он вот такой. Каковы координаты этого образа в базисе у и минус в? Альфа и омега, да. Альфа и омега. А, потому что здесь значит, второй базисный вектор это минус в, и вот этот вот минус, он убирается. Значит, вот это вот равенство я пишу, имея в виду, что это в базисе у минус в. А каков образ второго базисного вектора? Вектор минус в. В том же базисе. Значит, как он записывается? Минус один, давайте. Минус один, давайте. Значит, у нас у умножается на минус в и минус в умножается на альфа. Ой, да, все правильно. Ну, вот и получается, что наша матрица в новом базисе принимает вид, значит, я должен по столбцам написать вот эти самые мои векторы, координаты этих векторов. Значит, по столбцам я записываю альфа омега минус омега альфа. И это действительно тот самый вид, который мне был нужен. Честно говоря, выглядит немножко магией. Ну, вот это вот, когда с комплексными числами работаете, она там постоянно какие-то вот такие вот штуки вылезают. Как, понятно, что произошло? Задайте какой-нибудь вопрос. Можно было, конечно, это и более явно как-то вывести. Честно, написать какую-нибудь матрицу перехода, найти ее обратную, на c с одной стороны, на c минус первой с другой стороны. Но вот это рассуждение, оно без большого количества выкладок доказывает ровно то, что нам нужно. На самом деле, это очень похоже на то, что если бы я попытался доказывать, что в собственном базисе матрица становится диагональней. Таким же образом я бы это делал. Вот. Ну, смотрите, то есть что теперь получается? Что если у нас есть какая-нибудь матрица, собственными значениями комплексными, то мы теперь абсолютно точно знаем, что в подходящем базисе она записывается просто вот так. А в этом базисе мы уже умеем решать нашу линейную систему. То есть мы теперь сводим вот такое вот уравнение к линейному уравнению относительно комплектно-значной функции. И, в общем-то, все. Победа. Дальше мы знаем, что происходит в этом базисе. Вот. Итак. Система вот такая. при матрице А вот такой в подходящем базисе. Я бы даже сказал после подходящей линейной замены. Заметьте, что у нас этот самый базис, который у нас получается, это вещественно. Он вещественный. Значит, после подходящей линейной замены вещественной замены координат превращается в систему в систему. Что-то у меня буквы закончились. Давайте я буду греческий использовать. Кси с точкой, это с точкой равняется альфа омега минус омега альфа. На кси и это а ее решение Там вроде наоборот знаки. Наоборот знаки. Давайте это здесь минус. А ее решение соответствует решениям уравнения z точка равняется альфа плюс и омега z. Давайте посмотрим, как будут эти самые решения выглядеть. Но мы уже обсудили, что например, если альфа меньше нуля, то фазовые кривые будут устроены как-то вот так. Вот такие спиральки они будут. Ну вот эта вот картинка я ее рисую в нормализующем базисе. Ну понятно, что исходная картинка получается из этой просто каким-то линейным преобразованием. Ну то есть это означает, что в исходном базисе картинка может выглядеть как-нибудь вот так, например. Тоже будут спиральные, но такие какие-то вытянутые. значит, вот это в нормализующем базисе. А вот это в исходном базисе. значит, и это случай альфа меньше нуля. Давайте я только стрелочки нужно поставить, если без стрелочек непонятно, что здесь имеется в виду. Пока стрелочку не нарисовал, непонятно, у меня спираль закручивается или раскручивается. Вот сейчас понятно. Значит, надо сказать, что по собственным значениям невозможно понять, в какую сторону происходит закручивание, вот допустим, воздействие на исходной картинке. Оно может вот так закручиваться, а может наоборот вот так вот закручиваться. По часовой стрелке или против часовой стрелки по собственным значениям понять невозможно, потому что собственные значения не меняются, если вы сделаете просто симметрию плоскости, собственным значениям ничего не произойдет. Но это можно уже по исходной системе определять, в какую сторону происходит вращение. вот значит вот такая штука она называется у такой особой точки есть название это устойчивый фокус соответственно если наоборот альфа положительная то будет все то же самое только на только спирали будут раскручиваться сами вот эти спирали они носят специальное название они называются логарифмическими спиралями что нас будет либо либо закручивающаяся логарифмическая спираль либо набрать скручивающиеся как отдаляющиеся от нуля значит вот это это наоборот неустойчивый фокус и наконец что происходит при альфа равном если нас альфа равно нулю то есть вот этого слагаемого вообще нету это означает что в нашем решении значит вот как у нас устроена значит наше решение устроено было так это было е в степени альфа t умножить на е в степени и омега t умножить на z 0 если альфа равняется нулю то там вот этот первый со множеством просто ждете на единицы и там остается только вот этот поворотный со множитель значит опять же в нормализующем базисе как выглядит фазовые кривые как окружность как окружность да это на самом деле то что мы уже много раз рисовали в частности уравнение осциллятора но как раз вот такое значит нормализующем базе какая-то вот такая картинка в исходном базисе это вот такая картинка ну опять же просто результат линейного применения линейного какого-то преобразования к вот этой картинке значит окружности переходит в какие-то эллипсы это что мы здесь получаем значит эта картинка имеет свое название называется центр особая точка типа центр и собственно говоря все мы на этом закончили классификация линейных особых точек значит вот их бывают всего четыре вида узлы и седла фокуса центр но узлы при этом разбивается еще там на несколько категории значит в вот в этом вот в комплексном случае у нас есть два параметра содержательные вот это омега она показывает она отвечает за скорость вращения а вот это альфа она отвечает за наоборот скорость приближения к нулю или убегания от меня вот например чем больше вот это омега тем у нас вот это вот спиралька она будет такая более плотненькая и наоборот чем например отрицательнее вот это альфа тем мы быстрее будем стремиться к началу координат ну вот такая вот такая история и на этом на этом линейные системы заканчиваются в размерности 2 мы разобрали все случаи если какие то вопросы какие то есть вопросов нет тогда наверное сегодня можно закончить на семинаре вы еще потренируетесь решать такого типа задачки явно посмотрите как там эти эллипсы или спиральки возникают хорошо все тогда до свидания здание и Продолжение следует...